Хранители моей судьбы на войне Захарыч Был день Великого Октября. Седьмое число. Нечет. Три авиационных механика, выполняя приказ командира, оказались в Керчи в поисках переправы через Керченский пролив с целью своевременного прибытия в Кубанскую станицу Абинская, место сбора авиаполка. После загадочной гибели майора Помазанова командиром полка стал старший сержант Леша, летчик самолета 0-9. Долгие поиски переправы не увенчались успехом. Практически действующей переправы не было. А те, кто хотел переправиться через пролив, немедленно попадали на передовую, которая была уже в нескольких километрах от города, за горой Митридат. Расстроенные и голодные, мы шли по побережью в поисках любых плавсредств. Тяжелый и бесплодный день подходил к концу. Со стороны моря, с юга, надвигался густой туман. Предвестник ночного дождя. Когда туман достиг берега, в месте нашего отдыха, перед нами возник военно-морской катер, своим тупым носом раздвинув в стороны береговую гальку. С катера как-то поспешно спрыгнули два худощавых человека в телогрейках, кирзовых сапогах и в кепках. За спиной у каждого был солдатский вещевой мешок. Они быстро прошли береговую полосу и скрылись в туманной мгле. Кто были эти люди? Зачем они высадились на пустынном берегу рядом с нами? Для нас это осталось тайной. С катера раздался спокойный, зычный голос командира. «Как дела? Авиация? У вас что, разбор полетов?» Мы ответили, что у нас проблемы с переправой на Кубанскую землю и что, возможно, скоро здесь будут немцы. Захарыч, так величали командира катера, деловито пригласил нас на свой корабль и просил по возможности не пачкать его своими сапогами. На катере была чистота, блеск и полный порядок. Все медные детали были надраены. Надстройки, выкрашенные в черный цвет, блестели. Правый борт катера украшала больших размеров рында. Возможно, это был адмиральский разъездной катер времен Японской войны, сохранившийся в хорошем состоянии, а сейчас выполняющий важную морскую работу. В маленькой каюте рядом с машинным отделением было тепло и пахло перегретой соляркой. Прозвучала команда. «Всем на корму!» Катер, без лишнего напряжения, легко, приятно тарахтя дизелем, отошел от берега. Уже через несколько десятков метров он буквально нырнул под теплый сильный дождь. Команда катера состояла из трех достаточно пожилых по нашим меркам человек, одетых в бушлаты без знаков различия, но с начищенными пуговицами. Моряки, возможно, из уважения к авиации, встретили нас очень гостеприимно. Угостили горячим чаем с сахаром, сухарями и галетами. То, что мы принадлежали к уважаемому роду войск, подтверждала наша одежда и некоторые авиационные атрибуты. У Петра Кравченко была авиационная фуражка с крабом и крылышками, а на командирском ремне висела кобура с парабеллумом. У Ивана, поверх воротника габардиновой кимнастерки, выступал ворот летного свитера, скрывающий знаки различия. Два треугольника. На мне был демисезонный летный комбинезон, темно-синяя пилотка, курсантский ремень со звездой, яловые сапоги и планшетка без карт. В планшетке были документы, бритва и тетрадка с фронтовыми записями. У меня и Ивана были русские револьверы. Появление катера в нужном месте и в нужное для нас время, а также поразительное сходство командира катера с тем машинистом, который вывез нас из Феодосии на последнем паровозе из-под самого носа фашистов, невольно пробуждали сокровенные мысли об ангеле-спасителе, которым представлялся нам Захарыч. Этому можно было только удивляться и радоваться. Такое особое настроение у нас сохранилось на долгое время. Утвердилась прочная вера в успех и взаимную выручку. Тем временем катер, на котором было по-домашнему уютно и ласково, во мгле и уже под проливным ливнем плыл к неведомым берегам. К нашему удивлению Захарыч выдал странную команду. «Заглушить двигатель! Всем слушать! Должен сработать слуховой компас!» «Что за аппарат, этот слуховой компас?» Недоумение растаяло. Все заулыбались, когда мы услышали обычный собачий лай, который доносился прямо по курсу движения катера. Захарыч сказал, «Это Тамань. Приготовиться к швартовке и высадке». И выдохнул. «Прощай, авиация!» Когда мы сошли на берег, а катер дал задний ход, раздался прощальный звук рынды. Так команда катера очень трогательно попрощалась с представителями авиации. «Прощай, авиация!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова